В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В Видноском филиале бассейна «Дельфин» состоялась встреча учеников школ и юных пловцов с профессиональными спортсменами Евгением Рыловым и Иваном Гиревым. Поводом для встречи стало триумфальное возвращение видновчан с чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Слышал, как китайцы начинали помимо наших еще мне орать. Для создания у жителей Ленинского района новогоднего настроения большинство объектов потребительского рынка муниципалитета уже в начале декабря были празднично оформлены. Третий год подряд в районе проходит конкурс на самую красивую витрину. Объекты должны быть чистыми, ухоженными, прилегающая территория благоустроенной. Акцию «Корзина добра» провели в Развилковской школе. Ученики и преподаватели собрали сухой корм для расположенного неподалеку приюта, в котором ждут новых хозяев 500 собак. Это наши братья меньше. Помогая им мы сами становимся добрее. Бассейн «Дельфин» уже давно носит неформальное название «Школы чемпионов». В Видновском филиале бассейна состоялась встреча учеников школ и юных пловцов с профессиональными спортсменами Евгением Рыловым и Иваном Гиревым. Поводом для встречи стало триумфальное возвращение видновчан с чемпионата мира по плаванию на короткой воде, где наши земляки завоевали в общей сложности девять наград разного достоинства, из которых три золотые. Во встрече также принял участие глава Ленинского района Валерий Венцель. С секретом, как становятся чемпионами именитые спортсмены и поделились с собравшимися. Совсем недавно болельщики, близкие и родные встречали Евгения Рылова и Ивана Гирева на родной земле после приезда из Китая, где наши ребята на чемпионате мира по плаванию на короткой воде стали безусловными фаворитами. И вот, почти не отдохнув, наши спортсмены встречаются с земляками. Даже несмотря на присутствие официальных лиц, подобные встречи всегда носят неформальный характер. Ответ на главный вопрос, как становятся чемпионами, озвучивает Евгений Рылов. Ребят, вы можете заниматься чем вы хотите, но в определенный момент у вас будет определенный выбор. Либо вы уйдете в свое дело любимое, которое вы хотите полностью с головой, полностью себя дадите, и вы еще не будете на счет отвлекаться. Либо вы будете просто бегать из одной стороны в другую, и у вас ничего не получится. Подобные встречи для Евгения Рылова и его тренера Андрея Шишина уже давно стали привычными. Чемпионский статус обязывает. А вот Иван Гирев, который, впрочем, также имеет немало спортивных побед, в том числе и на чемпионате мира среди юниоров, пока только привыкает к повышенному вниманию. Мне понравился энтузиазм ребят. То есть они все пришли не просто для галочки, потому что их позвали, а потому что они сами этого хотели. Довольно активно, получается, тянули руки. Все хотели спросить, конечно же, не хватило времени, к сожалению. Но я считаю, что на все такие более-менее тревожащие вопросы мы ответили. Начинающих спортсменов и учеников видновских школ, собравшихся в зале, интересовали самые разнообразные вопросы о личной жизни и тренировках, о взаимоотношениях к команде и настрое перед соревнованиями. Были сказаны теплые слова и в адрес наставников чемпионов Гульнары Романадзе и Андрея Шишина. Гульнара Джамаловна собрала на территории нашего района в двух центрах, в развилке. И здесь у нас, в городе Видное, уникальный состав тренеров. То есть это люди, которые полностью себя отдают всего, отдают себя своему любимому делу, понимая, что именно так можно достичь определенных высот. Слава нет. Я считаю, нам пока равных нет. И действительно, на недавно прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде из 14 наград различного достоинства, полученных российской командой в разных дисциплинах, 11 были завоеваны благодаря Евгению и Ивану. Кстати, как выяснилось, не без поддержки китайских болельщиков. Китайцы очень по-доброму относятся к российским плавцам, к россиянам. То есть на некоторых стартах, когда я выходил без китайцев, то слышал, как китайцы начинали помимо наших еще мне орать. Закончилась встреча чемпионов с болельщиками традиционной раздачей автографов. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Для создания у жителей Ленинского района новогоднего настроения большинство объектов потребительского рынка муниципалитета уже в начале декабря были празднично оформлены. Третий год подряд в районе проходит конкурс на самую красивую витрину. Традиционно малый и средний бизнес активно принимает в нем участие. В этот раз было подано несколько десятков заявок. Заметно растет качество оформления. Украшаются не только фасады, но и прилегающие территории. Конкурс проводится в четырех номинациях. Среди стационарных и нестационарных торговых объектов, учреждений бытового назначения и общественного питания. Комиссия будет оценивать, она сформирована. Туда входит управление архитектуры, управление дорожного хозяйства, благоустройства, государственно-административный технический надзор. Ну, в первую очередь, это техническое содержание фасадов. Естественно, объекты должны быть чистыми, ухоженными, прилегающая территория благоустроенной. Ну, и основное, это наличие светотехнических элементов, которые украшают. Они должны быть художественно-выразительные и оригинальные. В этом году правительством Московской области было рекомендовано использовать при новогоднем оформлении предприятий красно-белую цветовую гамму и баннеры с изображением логотипа этого времени года, стилизованные надписью «Зима в Подмосковье». Мы решили украсить наше заведение, чтобы поддержать концепцию города Видное, чтобы нас видели, чтобы нас узнавали, чтобы мы были красивыми так же, как и наш город Видное. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 декабря. С правилами легко ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Итоги будут подведены до 10 января. Победители получат почетные грамоты и памятные подарки. Но самый главный подарок они сделают сами. Создадут у жителей муниципалитета новогоднее настроение. Акцию «Корзина добра» провели в Развилковской школе. Ученики и преподаватели собрали сухой корм для расположенного неподалеку приюта, в котором ждут новых хозяев 500 собак. Руководитель приюта, певица Илона Броневицкая, на встрече с ребятами поблагодарила их за участие, рассказала о своих питомцах и о том, почему помогать бездомным животным необходимо. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Идея провести акцию «Корзина добра» принадлежит Совету старшеклассников Развилковской школы. Ребята смогли подключить к помощи приюту всех, от первоклассчиков до выпускников. Уже потом школьники решили совместить передачу корма для бездомных животных с творческой встречей с руководителем приюта, певицей Илоной Броневицкой. Члены школьного кружка «Юный журналист» подготовили свои вопросы. Мы будем брать интервью у Илоны Броневицкой, спросим про приюты, про ее деятельность. Мы напишем статью либо в «Видновскую газету», либо в инстаграм нашей школы. Илона Броневицкая не только руководитель приюта, но и советник губернатора Московской области по вопросам регулирования численности безнадзорных домашних животных и гуманного к ним отношения. Она рассказала ребятам, что всегда мечтала создать дом для бездомных животных. Однажды певица узнала, что существующий приют в Булатниковском поселении на грани закрытия и решила ему помочь. С тех пор, вот уже 10 лет, она им руководит. Сейчас здесь ждут новых хозяев 500 собак. Приюты нам нужны. Они нужны везде. Потому что часть собак с улицы должна попадать в приюты, часть, стерилизованная с клипсой, должна возвращаться. И тогда, ну как бы в балансе, эта вся проблема может решиться. Потому что те, которые останутся на улице, не будут размножаться. И они так, ну, уйдут. Называется метод старения старой. А те, которые попали в приюты, мы стараемся, чтобы они пристраивались. Организация, которую возглавляет Илона Броневицкая, также занимается отловом и стерилизацией бездомных собак. Животных прививают от бешенства и отпускают обратно на улицы. Певица спросила у ребят, видят ли они собак с клипсами на ушах и боятся ли их. Мнения в зале разделились. Но в одном вопросе собравшиеся оказались солидарны. Регулировать численность бездомных животных с помощью отстрела нельзя. У нас нет никакого закона, который регулировал бы наше сосуществование с животными. Он есть в Таиланде, он есть в Грузии, он есть в Украине. Естественно, в Германии и Франции там везде есть, а у нас нет. То есть у нас, по идее, никто не понимает, что можно делать, что нельзя. Убивать можно. Что-то есть. Вот сегодня в Государственной Думе, по нашему 17-летнему ожиданию, сегодня у нас во втором слушании слушается закон об ответственном обращении с животными. И мы очень все волнуемся. Многие школьники не в первый раз помогают бездомным животным и считают, что приютов должно быть гораздо больше. У ученика 10 класса Владислава Сусоева дома живет 12 питомцев, многих из которых он подобрал на улице. Я как-то приносил домой маме котят, которых нашел в коробке, да и собак каких-то там, знаете, непородистых, конечно, но приносил, выхаживали их. Вот некоторые до сих пор с нами живут в приют и не сдаем. Это наши братья меньше. Помогая им, мы сами становимся добрее. И, естественно, нужно помогать всегда. Потому что этим собакам сложно выжить. Холод, нет еды. Мы должны заботиться о них. Надо им помогать. Они достойны этого. То есть их нельзя просто-напросто выкидывать. Сперва брать их себе, а потом выкидывать, как мусор. Напоследок Илона Броневицкая еще раз поблагодарила всех за помощь приюту и пригласила в гости. Ведь животным необходима не только еда, но и внимание, и просто доброе слово. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Проект «Юрий Башмет молодым дарованием России» реализуется в нашей стране с 2013 года. С января этого года в Видновской школе искусств проходят мастер-классы специалистов проекта. За это время было проведено более 20 подобных мероприятий. На последнем в этом году открытом уроке, который провел концентрмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Андрей Зубов, побывала и наша съемочная группа. На мастер-класс в Видновскую школу искусств мог попасть любой желающий. Большинство тех ребят, кто пришел на мастер-класс, уже учатся по классу ударных. Лиза Попилышева в школе занимается третий год. Это вторая ее встреча с Андреем Зубовым. Первая состоялась в январе 2018-го. Тогда он посвятил девочке два часа. Сегодня, как сказала Лизина мама, предстояло доказать, что это время прошло не напрасно. У нее характер мужской. Она по характеру больше похожа на мальчика, чем на девочку. Она сама выбрала ударные. Мы ходили на танцы до этого. Она сбегала с танцев и убегала в кабинет к Рафаэлю Завеновичу. А потом сказала, я не буду больше ходить на эти танцы, отведи меня к этому дядю учиться. Андрей Зубов внимательно слушал игру Лизы и отметил у девочки явные успехи. Ты соблюдаешь нюансы. Ну, почти все. И то, что тогда крещендо увеличивается амплитуда. Это, поверьте, редкий вообще момент. Но это правильный момент. Каждую нотку, каждую ошибку мастер разбирает подетально. Ведь на самом деле в музыке, особенно в игре и на ксилофоне, неверные звуки четко слышны. Это очень важно всегда анализировать. Потому что задача преподавателя, чтобы ребенок анализировал, что у него не получается и почему. Потому что задача преподавателя, как я ее вижу, еще также заключается в том, чтобы научить работать. За 2018 год в Фидновской школе искусств было проведено более двух десятков различных мастер-классов. Большие музыканты, среди которых лауреаты не только российских, но и международных конкурсов, помогали юным музыкантам добиться больших результатов в техническом плане, делились своим опытом. Нам очень приятно, что эти мастер-классы проходят на нашей базе, потому что это дает определенный стимул для наших учащихся к совершенствованию своего профессионального мастерства, а педагогам для совершенствования педагогического мастерства. И именно эти проекты помогают им достичь определенных результатов. Проект «Юрий Башмет молодым дарованием России» реализуется в нашей стране с 2013 года. А благодаря поддержке губернатора Московской области, министра культуры региона, а также главы Ленинского района, он действует и в Видновской детской школе искусств. В следующем году проект продолжится, а значит, ученики нашей школы смогут иметь возможность учиться у маститых музыкантов. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Юные воспитанники спортивного клуба «Буревестник», что работает в одноименном Доме культуры сельского поселения Молоковское, приняли участие в открытом турнире подзюдо. На спортивном соревновании побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В Доме культуры «Буревестник» в целях популяризации детского спорта состоялся открытый турнир под дзюдо. На татаме соревновались воспитанники спортивного клуба Молоковского поселения и юные дзюдоисты из Москвы. Всего около 40 участников. Прокручиваем по круговой системе, так называемая шахматка. Борется каждый с каждым. То есть вот если их там 5 человек весовой категории, то 4 схватки каждый проходит. Это в первую очередь делается для того, чтобы они приобретали опыт, то есть пробарывались. Чтобы приехать не одна две схватки, там проиграл и вылетел. То есть именно эта система шахматка, круговая система. На турнире было заявлено 8 весовых категорий. Принимая участие в схватках, ребята слышали подсказки тренера и чувствовали поддержку родителей. Поддерживаю сына. То есть мы занимаемся всего лишь месяц дзюдо. Но вот уже сейчас одержали две победы. Кроме физического развития, дзюдо закаляет характер и укрепляет волю. Тут меня учат постоять за себя. Тут я не могу сдаться и пробую делать все, что могу. К выбору вида спорта каждого подталкивают свои интересы и задачи, которые ставит перед собой начинающий спортсмен. Хочу первые места. Хочу, ну, как прям кто-нибудь на меня прям нападет, я смогу отбиться. Для дзюдоистов младшего возраста допустимо, когда мальчики принимают участие в схватках с девочками. Арина Абрамова занялась этим видом борьбы, потому что подруги посоветовали, а теперь она уже ставит перед собой большие цели. Чтобы всех повалить и выиграть. Практически раз в месяц воспитанники клуба «Буревестник» участвуют в каких-либо соревнованиях и обязательно достигают больших успехов. Наши ребята ездят, выезжают постоянно на соревнования именно вот в Марьино, в Москву. Поэтому вот такой открыт турнир мы хотели пробный сделать. Вот решили пригласить ребят из спортивного клуба города Москвы. Но впереди еще есть над чем работать. И я думаю, что в Ленинском районе наши ребята покажут себя очень достойно. По итогам соревнований в командном зачете юные борцы спортивного клуба «Буревестник» заняли почетное первое место. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И в заключении выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 20 декабря, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. И вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура минус 10, минус 11 градусов. И это все новости на сегодня. В студии был Максим Козлов. До встречи.